Доброго времени суток, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами будем создавать коллаж из фотографий с помощью программы Art&Soft Photo Collage Maker. Сейчас мы находимся на сайте компании Art&Soft, чтобы вы могли наглядно ознакомиться с примерами уже созданных коллажей. Перед началом работы с программой я советую полностью просмотреть галерею, так как в ней много очень интересных и оригинальных коллажей. Они помогут вам с выбором идей для собственного коллажа. Ну а мы в свою очередь уже очень скоро соберем свой первый коллаж. Если не верите, давайте приступим к работе. Открываем Art&Soft Photo Collage Maker. От самого начала работы и до конечного результата нас отделяет всего-навсего 5 шагов. Первое, что нам понадобится, это выбрать исходное изображение, на основе которого программа сформирует коллаж. Для этого мы нажимаем на кнопочку «Обзор» и выбираем изображение. В нашем случае это вот эта загадочная красавица. Открыть. Далее. На втором этапе нам нужно загрузить в программу ту базу фотографий, так называемых мини-изображений, из которых Photo Collage Maker соберет уже выбранное исходное изображение. Делается это очень просто. Жмем кнопку «Добавить» и указываем путь к папке с изображениями. Ок. Время обработки, или точнее сказать индексации базы, зависит от ее величины. Чем больше база, тем дольше она загружается в программу, но в то же время, тем красивее получится коллаж. Ну а время ожидания можете скоротать, посетив все ту же галерею на сайте Art&Soft. Ссылка для этого находится здесь же, в интерфейсе программы. Ну а если, например, в будущем вам какая-либо из баз не понадобится, вы без проблем и можете ее удалить. Выделить. И нажать на кнопку «Удалить». Начинать экспериментировать хорошо, когда у вас есть уже около 500 фотографий. Если нет, это тоже не проблема. Вы всегда можете загрузить специально подготовленные для программы базы изображений, кликнув вот по этой ссылке. У меня уже есть загруженная папка с цветами. Давайте ее выберем. Как видите, здесь изображений вполне предостаточно. И из этих цветов мы очень скоро соберем нашу красавицу. Нажимаем «Далее». На третьем этапе мы выбираем настройки для коллажа. Это количество блоков первого уровня. Количество уровней вложенности коллажа. Составные имени изображения. Дубликаты. Первый уровень. Область заполнения. Не пугайтесь, здесь нет ничего сложного. И если вы захотите более подробно узнать об этих параметрах, просто пройдите вот по этой ссылочке. Ну а мы в свою очередь остановимся на таком достаточно важном параметре, как количество уровней вложенности. Это первая закладка дополнительных настроек. Можно сказать, что этот параметр отвечает за детализацию коллажа, за прорисовку всех мелких деталей на конечном результате. Чем больше количество уровней вложенности, тем мельче будут составные мини изображения и соответственно точнее прорисован коллаж. Ну давайте разберем на примере. По умолчанию всегда выбрано три уровня. Ну если честно, это наверное самый оптимальный вариант. Ну мы давайте выберем два, чтобы было что сравнивать. Нажимаем кнопку применить и сформировать коллаж. Видите, наш коллаж получился весьма неплохо, но если присмотреться, то видно, что глаза и платок у нашей девушки прорисованы довольно нечетко. Если мы хотим в будущем распечатать этот коллаж в формате больше чем А4, то все-таки лучше увеличить количество уровней вложенности. Для этого давайте вернемся назад, зайдем опять в дополнительные настройки и поставим галочку на 4 уровня. Применить, сформировать коллаж. А вот и наш результат. Согласитесь, теперь наша красавица получилась куда эффектнее. Но сразу скажу, не стоит увлекаться и без лишней необходимости ставить 5 уровней вложенности. Так как это не только значительно увеличит время обработки коллажа, но и при этом потеряется сама специфика фотомозаики. Так как составные мини-изображения станут настолько мелкими, что на коллаже их рассмотреть будет практически нереально. Ну а на этом этапе мы с вами можем заменить, поменять местами какие-то непонравившиеся нам блоки. То есть мы выбираем любой блок и из предложенной галереи выбираем другое изображение. Ну например вот это. Ну что ж, нам осталось сохранить коллаж. Для этого мы нажимаем далее. Здесь все очень просто. Выбираем размер коллажа, нажимаем сохранить как, указываем путь в папку назначения и сохранить. Конечно, некоторое время придется подождать, но опять же в это время вы можете зайти на ту же галерею на сайте компании Art&Soft. Ну что ж, хочу вас поздравить. Наш первый фотоколлаж готов. Сейчас мы посмотрим, что же из этого вышло. Вот наша загадочная незнакомка. Как видите, глаза прорисованы очень детально. Платок сохранил свою текстуру. И в то же время видно, что все наше изображение состоит из картинок цветов. Ну что ж, я хочу вас поздравить. Желаю вам творческих успехов с программой Art&Soft Photo Collage Maker. До новых встреч.